Доброе утро, друзья! Только проснулась, ещё опухшая. Сегодня дел очень много. Сейчас я позавтракаю. Буду с вами заниматься делами. У меня много розочек распустилось. Надо поделить посконник. Я расскажу вам про посконник. Давайте проведём этот день вместе. Желаю вам доброго утра. Приятного аппетита. Я вот намешала себе творог с бананом. Мне, кстати, ещё нравится вот такая курага. Сахарная называется. Такая жёсткая она. Мне нравится её погрызть. Схомячу. Тарелку творога. Начала заносить комнатные растения домой. Это уже холодно. Я ещё не все... Не все занесла. Меня очень многие спрашивают, можно ли сейчас сажать растения. Сажать, делить. Вот сейчас самое время. Земля ещё не остыла. Она прохладненькая. Когда заморозков нет. Лучше всего развивается корневая система. Поэтому осень и весна она, как правило, самая благоприятная для развития корневой системы. Делить, сажать, пересаживать. Дерзайте. Вот. Ну и можно использовать всякие, конечно, укоренители, стимуляторы. Я, кстати, сегодня расскажу про такой. Уже давно использовала и много раз рассказывала. Сегодня тоже буду делить некоторые растения. Собирать посылочки буду для зрителей. Многие тоже попросили им отправить растения. Кошмар творится. Уже пошёл учиться. И в перерывах между учёбой плетёт корзины. Мне унывает. Так скажем. Так, роза у меня требует обработки. Роса делает своё дело. Последний раз я обрабатывала давненько. Поэтому обрабатывать я буду фальконом. Давайте расскажу вам про фалькон. Фалькон. Это вообще мой любимый. Мой любимый препарат. Надо сказать, сейчас акции проходят в магазине Агрополка. Не забыла. Даже записала вам. Так. Акция. Значит. Промокод Джанаки в Агрополке будет 20% на фалькон седьмого по 14 сентября. Ловите скидку. Кто не успел купить фалькон, сейчас самое время. с 20% скидкой купить. Ну, соответственно, при промокоде Джанаки на всё остальное будет 10%. Это постоянная наша скидочка. Вот. Фалькон от ржавчины, от мучнистой росы, от пятнистостей. Ну, вообще, от комплекса болезней. Я им пользуюсь всегда. Вот сейчас вот с работой и со всякими делами я пропустила обработку. У меня мучнистая роса есть. И, кстати, вот он, он 10 миллилитров на 10 литров воды идёт. И в идеале я вот всегда мешаю его с топазом. беру топаз, то есть фалькон 10 миллилитров плюс топаз 4 миллилитра на 10 литров воды. Размешиваю это отдельно. Беру небольшое количество воды, смешиваю фалькон 10 миллилитров в одной ёмкости. Во второй ёмкости смешиваю топаз 4 миллилитра с водой. А потом добавляю в одну баковую смесь. Ну и плюс прилипатель я тоже добавляю. В идеале прилипатель тоже можно в агрополке заказать со скидкой 10%. Смотрите сами. Вот фалькон. Ну и культимар, соответственно, который укоренитель тоже там можно купить. Культимары, удобрения. Как обычно нам дали скидочку, сделали акцию осеннюю. сейчас к осени то, что надо в работе. Говорят, вводим промокод, скидка не считается. Она не сразу считается, с вами связывается потом менеджер, она пересчитывает вам. То есть вы оформляете, вводите промокод, она потом с вами подтверждает заказ и пересчитывает вам со скидкой. То просто не все знают и пишут, что скидки, ну скидка не получилась. Обязательно будет. Просто при оформлении. У меня фальконик взрослый куст, ему уже года до лет 5, наверное. я его ни разу не делила. Виноград постоянно нападает на мой фальконик. Если чуть-чуть не уследить, он ложится на него, цепляется. Поэтому я сейчас с вами почистила. Вот, друзья, освободила. Короче, что могу сказать про фальконик. Совершенно неприхотливое растение. Здесь у меня полутень. На зиму я его срезаю и он за сезон отрастает здесь где-то 2,5 метра. Забор 2,5. Ну побольше даже. Вот 2,5 где-то. Цветет он в конце лета, ближе к концу лета вот такими фиолетовыми пушистиками. Он любит попить. Ну, его любят слизни. Ну, здесь очень слизниво. В принципе, не так критично, если учесть, что здесь слизни и киш-мя-кишит. Мне очень нравится у него лист. Не знаю, как это описать. Очень декоративные листы, короче, у него. И его как раз хорошо сажать, когда надо закрыть какие-нибудь постройки некрасивые. Он быстро набирает объем. И там, где сходит снег, вы не можете посадить ничего высокого, а вам летом нужен объем. Паскодник вообще незаменимая вещь для этого. Я его обычно подвязываю, вбиваю арматурку и связываю. Он тогда не разваливается. Сейчас у меня куст где-то 2 на 2,5 где-то такой. Можно подтянуть, будет покомпактнее. Вот такое удивительное растение. Я рекомендую. Значит, здесь солнце вечернее только. Ну, чуть-чуть утреннего и вечернее, поэтому в полутени растет хорошо. Любит влажную почву, но у меня здесь сухо, и он и с этим тоже мирится. Вот на полное солнце я бы его не сажала, я пробовала сажать на полное солнце. Ну, немножко пересыхает там. Поэтому вот в полутень, в тень вполне себе. Вот такой пасконник. Меня попросили деленочку пасконника, поэтому буду сейчас его выкапывать. Это будет очень сложно. Вот этому кусту где-то 2-3 года. Выкапывать его очень тяжело. Здесь еще земля сухая. И делить его тоже безумно сложно. Я вам сейчас покажу, что из себя представляет его корневая система. Мне придется его обрезать, потому что очень неудобно. Я сразу поделю на несколько частей. Мало ли, кому-то из вас еще захочется отмучиться за один раз. Вход пойдет и лопата, и нож. Я не знаю, если есть топор, то топора. У меня топора нету. Потратила я на это где-то полчаса, чтобы поделить бедный пасконник. На ускоренной съемке, конечно, кажется, быстрее. Еще у меня рука почему-то очень сильно болит. Видимо, когда работала, потянула мышцу. Было тяжело, но я, друзья, справилась. Такие деляночки у меня получаются. Он хорошо приживается, хорошо зимует, никаких проблем с этим растением нет. Посадил и забыл. Зарядителей тоже на нем не видела ни разу. Только вот слизни подъедают нижние листики. Опять же говорю, это не критично. А если бороться со слизями, то вообще не проблема. Так, теперь я замочу. Это все в культимаре. Культимар, это укоренитель. Тоже можно приобрести в агрополке. Пармакод, я вам сказала, 10% скидка. Я обычно беру 50 мл на 10 л воды. Здесь в составе аминокислоты. При холодной температуре растения отлично укореняются. Хорошо хвойные при посадке, когда вы сажаете этим препаратиком пролить или замочить перед посадкой. При делении в идеале замочить на какое-то время, а потом высаживать. Я уже второй год пользуюсь этим препаратом. Мне очень нравится. Мне как раз сейчас нет времени сажать. Я сейчас буду собирать посылки. Они пока покиснут, помокнут здесь. В укоренителе замечательно укоренятся, перезимуют. Вот так. Все. Пошли дальше. Что еще вам сказать, показать? Розы зацветают. Сейчас розы отцветут. Они уже многие начали отцветать. и я не буду обрезать их. Вот так они желательно снять то, что отгнившее, потому что все-таки старые бутоны у многих загнивают. Но обрезку проводить не буду. Если остались цветоножки, и они не гниют, пускай так вот вызревает. Вот. Все. Сейчас никаких обрезок. Готовимся к осени. Зиме точнее. Все-таки из-за дождей видите, что происходит. Вот. Сейчас они отцветут. Все так наросло хорошо. Отцветут, ничего больше не обрезаю. Это вторая волна цветения. А много, кстати, кто зацвел-то? Констанц, вот. Я в гутонах. Нам сентябрь обещают теплый. Ловоглуд зацвел повторно. Тоже шапка цветов такая. Все. Дальше в следующий раз я обрезать буду под укрытие. Когда буду розы. Ну, ставить доги буду обрезать. Но это будет где-то октябрь. Конец октября, скорее всего, или начало ноября. розочка жардино абрахам дерби. Ой, какой он ароматный. Розочка карамелла. Красотка, да? Пьер Дрансарт цветет. Зайчик красавчик. Что-то как-то лето сдвинулось, да, получается цветение вот сейчас. Так. Смотрю, там клематис какой-то у меня еще цветет. Многие розы вот нарастают. Даже бутоны не заложили. Еще цветет пока эхиноцейка. Так, надо обрезать опять котовничек. И буду обрабатывать фальконом. Потому что, ну, это я вам уже показывала в прошлый раз. Розочки болели мучнистой росой. пропустила, не сделала обработку и получила такой результат. хотя это транквилити все равно цветет. Несмотря на мучнистую росу зацвел. Так, здесь у меня барда чайла. Сейчас буду собирать посылочки ваши, заказики. Так вот, красавица роза синка дымая. Прекрасно. Прекрасно цветет. Очень красивая роза потрясающих оттенков. У нее такой фиолетовый, коричневый. Брала ее как раз за невероятный цвет. На солнышке плохо видно. Здесь попробую показать. Синка дымая. этот самый юбилей принца Монако зацвел. Вербена процветает. Все прекрасно. Так, здесь у меня мои, я полила мои молодилки. Кошки не перекопали. Я смотрю, все на месте. Слава Богу. Все хорошо. Здесь у меня тоже розы зацвели. Вот не помню, у меня была холмэн гарден роза и по как же ее зовут-то. Я пересаживала, потеряла бирку от нее. А, Паустинья, вот, вспомнила. Это розочка Паустинья. Очень красивая. Но она у меня пока еще только набирает силу. Я ее когда пересаживала, она совсем была чахликом. Кока лока зацвела тоже. Здесь у меня все розочки были пересажены из-под сирени. они были в ужасном состоянии. Но сейчас вот уже набирает силу все в порядке с ними. Это Парблю голубоватая розочка тоже цветет. В принципе так и Сангри немножечко немножечко Сангри цветет. Чуть-чуть так выходят розочки на вторую волну. Ну конечно не так как как было. Гита вам передает привет. Она наяривает мою малиню вырегатную. Гита вкусная? Вкуснее чем обычная, да? Гита надо обязательно подстричь мои красивые злаки. Ты же у нас элитная кошечка, поэтому трава у тебя должна быть элитная. Вот тоже почему покровная роза набирает бутоны. Слушайте, но если будет теплый сентябрь, то и зацветет конечно все. Здесь у меня тоже все прекрасно. Здесь все нарастает. Вот мискантусы точно так же трудно и тяжело делить, как и поскольник. Я вам показала его тоже выкапывать, надо топором рубить, ножами. Это мне очень тяжело. Еще рука так болит. Но ничего. Мискантусы... А, вот метелочки зацветают. Сейчас только заметила. В прошлом году он меня не зацвел, не хватило тепла. Резко в сентябре наступили заморозки. А сейчас он выпустил метелочки. Какие классные. Так что поцветем. Этот мискантус я несколько разделила в этом году. Поэтому он не в самой лучшей форме и цвести конечно не будет. Вот этот я не делила. Я боюсь, что даже не смогу этого сделать, потому что он очень мощный. он меня порадует цветение. Мискантусы я на зиму срезаю. И ничего сейчас не делаю, не укрываю, ничего. Просто срезаю на зиму, он под снегом зимует прекрасно. Первые свои мискантусы я укрывала ведром. Но этого делать не обязательно. Но если маленький посадить, саженец, то наверное хуже не будет, если укрыть его ведром. Ну обычным пластиковым. Вот. Тогда он 100% перезимует, если побаиваетесь. А взрослые уже не надо. Они так все с ними хорошо. У меня везде зацвела верберна, даже где они были маленькие и долго не росли. Резко прям выстрелили и зацвели. Везде такой перезвон получился по саду. Нет, классные растения будут сажать еще обязательно. Очень я довольна. вербенкой. Здесь тоже что-то куст у меня рассыпался, развалился. Надо подсобрать. Не в ту сторону пошел. Кустик вербенки. Здесь у меня кто-то цветет. Чипандеэл. Так. Полечка зацвела второй раз. Полечка красавица, бутончики есть. клемат из тайга. И сейчас зацвела пышненькая жульетта. Дэвида Остина срезочная роза. Все, друзья, обязательно сейчас беру опрыскиватель, обрабатываю фальконом. Упустила я опять. Заработалась и в итоге много мучнистой росы подпортит цветение мне. Так, а это Краун Принцесс Маргарет. Очень ароматная роза. Если хотите запах-запах, вот она на расстоянии пахнет, но быстро отцветает. Прикольные клематисы в пумпончике. Рядом с мискантусом зибринусом. Долго держат цветы вельбена. Они уже прилично так по времени цветут и все еще цветут. Знаете, как разбавляют зеленый цвет классно, да? Фиолетовый. Вообще очень рекомендую. Хотела понюхать. В нос залетел цветочек. Не пахнет она вообще. не пахнет. Вот и здесь же она тоже. Видите, везде у меня междуролс. Здесь тоже имеется. Вот только-только закал владывает бутоны. Сеять надо намного раньше. вот смотрите верески у меня тоже верески зацветают. Ну все, это осень. Это осень, друзья. Так, сейчас посмотрим здесь верески. У меня еще где-то были. Где-то были еще. Прошу прощения за звук. Соседи строят барак. Сейчас я вам покажу. вот вереск розовенький, вереск беленький и вон там еще какой-то по-моему тоже розовенький. Вот три кустика вереска. Ну смотрите, что делают соседи. Разошлись, разошлись. Я так понимаю, это будет склад. Потому что они торгуют постельным бельем. Это все у них на улице навалено. Ну в принципе ладно, может ветра будет меньше. О, зацвел флокс белый. Очень вкусно пахнет. Да, он уже отцветает. Все. Спасибо, что досмотрели это видео. Пойду собирать ваши посылочки, то времени вообще ни на что не хватает. С вами была Катя. Всех люблю, целую. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok